Портал fb.ru расскажет, как мужчина думал, что спас из беды бобра, но увидел, что это было другое животное. Несмотря на то, что наше общество с каждым годом постепенно разлагается и деградирует, тем не менее в нем еще остаются хорошие и добрые люди. Лучшим доказательством этому является история о том, как один мужчина пришел на помощь животному, попавшему в беду. Прогуливаясь вдоль небольшой речки, он увидел, что в грязи застрял бобр. Он тут же поспешил ему на выручку, но, как оказалось впоследствии, это было совсем другое животное. С этой неожиданной встречи и началась крепкая дружба между человеком и животным. Но давайте не будем забегать вперед, а поговорим обо всем подробнее. На нашей планете еще есть люди, которые не любят сидеть в душных квартирах. Им больше нравится гулять на природе, наслаждаясь ее красотами. Одним из таких любителей прогулок является Джим Пасмар, проживающий в небольшом американском городке Брокен Эрроу. Все свое свободное время он предпочитает проводить на свежем воздухе. Одним прохладным мартовским утром мужчина решил прогуляться по местным окрестностям. Выходя из дома, он думал просто пройтись вдоль реки по старому маршруту, по которому он множество раз ходил ранее. Но он и представить не мог, чем закончится его путешествие. Многие жители Брокен Эрроу мечтают перебраться в большой мегаполис, поскольку провинциальная жизнь их не устраивает. Но это не касается Джима. Он очень любит свой город за невероятно красивую природу. Брокен Эрроу окружен лесами и горными массивами, через которые протекают несколько рек. Здесь есть множество удивительных мест, в которых можно хорошо отдохнуть или просто выбраться на пикник. Как обычно, в свои прогулки он отправляется вместе со своими двумя собаками. Мартовское утро не стало тому исключением. Джим хотел дать им возможность побегать по лесам и немного порезвиться в воде. Погода на улице стояла просто отличная и ничего не предвещало беды. По запланированному маршруту Джим гулял уже много раз, поэтому он знал его практически наизусть. Он очень любил его за первозданность и природу, нетронутую рукой человека. Мужчина планировал сделать небольшой крюк по горному массиву, по которому протекала небольшая речушка, после чего вернуться домой. Проходя вдоль берега, Джим посмотрел на воду и увидел, что что-то не так. Посреди водоема были какие-то обломки, которых раньше не было. Присмотревшись внимательнее, мужчина увидел, что среди них есть какое-то животное, похожее на бобра. Но впоследствии оказалось, что это далеко не он. Речка была неглубокой, а ее дно – это сплошная каша. Когда Джим подошел поближе к обломкам, то понял, что животное застряло в грязи между ними. Вероятность того, что на него напал хищник, была минимальной, поскольку в этом случае бедолагу уже давно бы утащили на дно и съели. Чем больше Джим наблюдал за происходящим, тем меньше он понимал общую картину. Он решил подойти поближе и попытаться разобраться, в чем же действительно проблема. В результате своих размышлений он пришел к выводу, что животное погрязло в грязи и не может выбраться. Когда к месту происшествия подбежали собаки Джима, они тут же начали лаять и носиться вдоль берега, демонстрируя свою тревогу. Хозяин сразу понял, что во всем происходящем скрыта какая-то угроза. Питомцы либо предупреждали о чем-то его, либо боялись существа, застрявшего в реке. Поэтому Джиму стало не по себе, и он начал также испытывать беспокойство. Как правило, его собаки вели себя так в новом и незнакомом месте, в котором они никогда раньше не бывали. Джим начал спрашивать себя, угрожает ли что-то его безопасности. Существенный повод для тревоги добавляло и то, что он никак не мог рассмотреть, что за животное спрятано за обломками. Что, если это медведь, от которого лучше держаться подальше? Пересилив страх, Джим решил подойти поближе и посмотреть, кто именно оказался в беде. Немного приблизившись, он увидел в ящике цветное одеяло, которое обычно дают домашним питомцам, чтобы те не мерзли. Но что оно тут делает, и как вообще оказалось посреди речки? Джим не мог найти ответы на эти и многие другие вопросы, из-за чего он понятия не имел, что ему делать в подобной ситуации. Пытаясь во всем разобраться, мужчина увидел, что от ящика идет толстая цепь, поэтому он предположил, что животное приковано к нему и не может самостоятельно выбраться. Он больше медлить не мог, поскольку понимал, что пленник может погибнуть. В месте, где были обнаружены таинственные обломки, река была неглубокой, но из-за грязи добраться к ним было довольно проблематично. Усложняли задачу и поросшие кустарником берега. Джим разулся, закатил по колено свои походные джинсы и двинулся вперед. Подходя ближе, он пытался понять, какое животное ему предстоит спасать. Чем пристальнее он вглядывался, тем больше ему казалось, что это бобр. Помимо собственной безопасности, Джима волновало и состояние животное. Не было никакой гарантии, что оно не болеет, например, бешенством, а также спокойно отреагирует на его попытку помочь. Но, к счастью, к нему присоединились другие люди. Совместными усилиями им удалось вытащить на берег бедолагу. Мужчина надел на голову животного майку и вытащил его на берег. К большому удивлению всех, перед ними был не бобр. Животным оказалась овчарка. Хоть она физически измоталась, тем не менее, с ней все было хорошо. Животное отправили на реабилитацию в собачий приют. А через несколько месяцев у одинокой овчарки даже появился новый дом. Вот такая удивительная история случилась с обычным любителем прогулок на свежем воздухе. Неравнодушие и доброта Джима не только спасли жизнь собаке, но и подарили ей второй шанс на счастливое существование. Поэтому и мы не должны проходить мимо, когда кто-то нуждается в нашей помощи. Нужно быть добрее и тогда мы сможем изменить мир к лучшему. А вы помогаете тем, кто нуждается в помощи? Поделитесь этим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.